31 мая исполнилось 85 лет со дня создания в системе органов внутренних дел подразделений по делам несовершеннолетних. Без преувеличения можно сказать, что эта служба заняла одно из ведущих мест среди субъектов профилактики преступлений и правонарушений. О важности работы подразделения говорят представители учебных заведений, руководство города. В городе создан координирующий орган комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В комиссию входят в обязательном порядке представители, руководители всех служб системы профилактики, в том числе и ПДН. Мы работаем с ПДН практически на постоянной основе, в постоянном контакте. Мы решаем одни и те же задачи, идем к одному и тому же результату. У нас всегда есть взаимопонимание, за что я благодарю и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, и руководство МОМВД России Буйский, и линейного отдела полиции. Поскольку какие-то проблемные вопросы, а их в процессе нашей деятельности возникает немало, мы всегда решаем во взаимодействии и всегда находим понимание. Преступления совершают не только взрослые. К несчастью, все больше становится малолетних правонарушителей. Для борьбы с этим явлением и существует подразделение по делам несовершеннолетних. Вот уже 85 лет на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приходят сотрудники ПДН. За коды службы ПДН заняло ведущее место в системе профилактики. Мы, учебное заведение, тесно сотрудничаем с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних. Целью нашей работы является предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. Быть инспектором – это непросто. Это сложная и ответственная работа. Он должен обладать талантом педагога и психолога, владеть правовыми знаниями, быть доброжелательным и терпимым к своим подопечным, находить к ним нужные слова и особый подход. Рейды, дежурства, собрания, тренинги, беседы – это всего лишь малая часть вашей работы. Благодаря вашему труду немало подростков нашли свое место в жизни и стали настоящими гражданами своей страны. Мы уже долгие годы совместно работаем в очень тесной связи, потому что выполняем одну и ту же функцию – это профилактика правонарушений и преступлений. Нам очень комфортно работать с этой службой, потому что там действительно собрались профессионалы, люди, которые имеют прекрасные данные, они являются не только хорошими сотрудниками, но и замечательными психологами и педагогами. Потому что очень важно, когда если с ребенком случилась какая-то беда, очень важно, когда рядом оказываются профессионалы, которые могут выслушать, помочь, направить на правильный путь. И благодаря именно такой службе профилактики очень многие дети встали на правильный путь, исправили свои ошибки, снова стало в семьях, все очень хорошо, замечательно. Это на сегодняшний день, наверное, одна из таких главных задач, которая стоит и перед школой, и перед ПДН. Мы очень тесно общаемся с Сарычевой Оксаной Евгеньевной. Это человек, который очень неравнодушный, человек очень внимательный. Она всегда по любому первому же зову приходит в школу. Родители обращаются в ПДН не только тогда, когда случается беда, а когда, допустим, возникает какая-то просто проблема, и они знают, что им обязательно там помогут, дадут мудрый совет, направят на истинный такой путь. Наверное, вот такая заинтересованность в судьбах детей – это одна из, наверное, ведущих черт характера, которая должна быть присуща инспектору, работающему в такой структуре. И действительно, вот с кем бы из сотрудников мы не работали, мы никогда не сталкивались с равнодушием. Со службой по делам несовершеннолетних мы очень активную работу проводим в течение всего учебного года и в каникулярное время, когда наши студенты находятся в свободное от учебы время, так скажем. Это и в течение года, конечно, проходят у нас и массовые мероприятия, это и лекции, это и какие-то беседы на классных часах. Очень всегда темы эти полезны для наших ребят, потому что среди них есть и несовершеннолетние, и те, кому уже есть 18 лет. Многие из них являются ребятами, которые в наш город приехали учиться, то есть они не являются местными жителями нашими, может быть, не знают всех наших таких вот особенностей городских. Иногда такое свободное плавание, отпущенное своими родителями, приехав в другой город, начинают чувствовать какую-то свободную. И благодаря замечательной службе и ее специалистам мы имеем возможность ребятам очень доступно, понятно и как-то по-доброму объяснить, что, ну, скажем так, что можно, а чего нельзя делать, да, вот в такой свободной жизни, собостоятельной. Замечательные сотрудники, вот нас курирует замечательный специалист, Семенкова Ольга Анатольевна. Это человек очень контактный, очень доброжелательный. Она является частым даже не гостем, а своим человеком в нашем учебном заведении в Буйском областном колледже искусств. Ребята все знают наших кураторов, всегда, наверное, даже рады видеть и немножечко волнуются, не случилось ли чего, да, когда появляются специалисты отдела в нашем колледже, но, как правило, это носит вот такой информационный больше характер, вот, и они, наоборот, имеют возможность узнать какую-то новую и полезную для себя информацию. Техникум градостроительства и предпринимательства поздравляет с юбилеем службы по делам несовершеннолетних, благодарит их за сотрудничество, благодаря тем мероприятиям, которые ежегодно мы проводим, более 20 мероприятий. Среди студентов техникума нет ребят, которые бы совершили преступление. Надеюсь, в дальнейшем так же все будет оставаться. Мероприятия проводимые несут просветительскую направленность, то есть профилактическую. Ребятам рассказывается об уголовном праве, правонарушениях, которые возможны, и что необходимо делать, чтобы не совершать их. Взаимодействие нашего направления воспитательного и службы дает очень высокий результат, и мне в дальнейшем бы хотелось, чтобы это продолжалось взаимодействие. У службы была только профилактическая работа и просветительская, чтобы они выступали в своем роде в лице наших коллег. Успехов вам и всего самого хорошего. От лица колледжа мне бы хотелось поздравить замечательных сотрудников этой нужной службы, пожелать им крепкого здоровья, огромных успехов, поменьше волнений и переживаний и за наших студентов, и вообще за молодежь нашего города, за школьников. Ну и в ответ школьникам и вообще нашей молодежи городской хочется пожелать, чтобы они как можно меньше и реже беспокоили этих замечательных людей, которые действительно профессионалы своего дела. Огромных вам успехов, удачи, крепкого здоровья и всех благ. Искренне хочу поздравить всех сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, ветеранов, которые, может быть, на сегодняшний день уже не работают, но с которыми нам приходилось вместе работать. Пожелать им всем крепкого здоровья, благополучия. Очень важно, чтобы в семье у каждого из них было все очень хорошо, потому что мы понимаем, что труд этих сотрудников не ограничивается рамками времени. Иногда им приходится работать и долго вечером, и ночью. И очень важно, когда в семье их понимают и поддерживают. К каждому из них личного счастья, карьерного роста. И я надеюсь, что наши взаимоотношения с подразделением по делам несовершеннолетних с каждым годом будут еще все лучше, крепче и плодотворнее. И благодаря таким усилиям мы добьемся того, что действительно профилактическая работа будет способствовать тому, что в нашей стране не будет правонарушений, преступлений, и дети будут очень успешными, счастливыми. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних города Буя, разрешите вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, неугасимой энергии, надежного тыла. Успехов вам в нелегком и благородном деле. Уважаемые ветераны, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Буйский, линейного отдела полиции на станции Буй, примите самые добрые и искренние поздравления по случаю 85-летия со дня образования службы. В нашем городе сегодня ПДН является главным звеном в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сотрудники ПДН практически ежедневно выполняют очень сложные задачи по защите наших детей, подростков от негативного влияния социальной среды, от жестокости и по охране их прав. Я бы сказала, что деятельность сотрудников ПДН универсальна и требует от них и юридических, и психологических, и педагогических знаний. Сотрудники ПДН, которые трудятся на территории нашего муниципального образования, отличаются профессионализмом, высокой личной ответственностью и внимательным отношением к людям. Уважаемые коллеги, я искренне благодарю вас за то, что у вас всегда хватает чуткости, сил, профессиональных знаний для того, чтобы оградить наших детей и подростков от сложных проблем и помочь им стать достойными гражданами нашей большой страны. Мне хочется пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и пусть никогда вас не покидает душевное тепло, радость и счастье. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok